Монтейн Марго Бегство из СССР Супруга, панамского юриста и дипломата Тита де Ариаса Ее королевское величество, прима-балерина Ассалюта Парго Фонтейн начала заниматься балетом в возрасте 4 лет Вместе с своим старшим братом у педагога Грейс Осустоу В возрасте 8 лет вместе с семьей переехала в Шанхай Где ее отец работал инженером на табачной фабрике Продолжила там заниматься в студии знаменитой мигранта Георгия Генчарова В возрасте 14 лет в 1933 году вернулась с матерью в Лондон Ее отец был интернирован японцами во время Второй мировой войны Я пользуюсь данными Википедии Начала заниматься в балетной студии Немет де Луа Где ее педагогами были Ольга Преображенская и Матильда Кашисинская В следующем 1934 году дебютировала на сцене в составе балетной труппы Вик Уэллс, которую руководила де Луа Юная исполнительница сразу понравилась и критикам, и публике мягкостью своего танца После того, как из труппы ушла прямая балерина Алисия Маркова Барго заняла ее место Будучи солисткой, исполняла главные партии в постановках таких балетов Как лебединое озеро, жезель, пящая красавица Все свои партии в классических балетах Марго отрабатывала с Верой Волковой Ее частной лондонской студией Волкова стала де Балерины тем педагогом Который помог в полной мере раскрыться ее артистическому таланту В возрасте 42 лет, в 1961 году Фонтейн встретилась с 23-летним Рудольфом Нуриевым Он приехал в Лондон на устраивание Марго В благотворительный концерт в пользу Королевской академии танца Хотя Марго в это время уже собиралась заканчивать свою артистическую карьеру После личной встречи они решили попробовать танцевать вместе Выступив в балете «Жезель», они имели небывалый успех Когда артисты вышли на поклон и встретили невиданными овациями Чувственный пыл Нуриева стал идеальным контрастом выразительной чистоты Фонтейн Рождающейся из нетронутых запасов страсти и воздушной грации Так описал их дуэт Диана Сулуэй В 1963 году Аштон специально для них поставил балет «Маргарита и Арман» на музыку Ференса Листа Рудольф и Марго танцевали вместе более 15 лет Они много гастролировали по миру, выступая в различных театрах Несмотря на большую разницу в возрасте, ее дуэт считается одним из наиболее значимых в истории классического танца У талантливых и трудолюбивых людей не всегда были простые отношения, но оба отзывались о партнере с большим уважением и признанием, что и стало основой их длительной совместной работы Марго Монтейн закончила свою танцевальную карьеру в конце 1970-х годов В 1955 году Фонтейн вышла замуж за посла Панамо Великобритании Тита де Ариаса Через два года после свадьбы ее муж пытался устроить на родине неудавшийся политический переворот В это время Марго как раз прилетала к нему с гастроли, поэтому ее задержали в связи с причастностью к делу На следующий день она была выключена на свободу и депортирована в Майами В 1965 Тита стал жертвой покушения, после чего остался парализованным до конца своей жизни Марго оплачивала все его счета и ухаживала за ним многие годы Титул прима-балерина Ассалюта существует с 1894 года И за это время его получили всего 12 танцовщиц в мире Одной из них стала Марго Фонтейн На сцене она купалась в лучах славы, а дома терпела изменный мужик, который не оставил своих привычек даже после того, как оказался парализованным После войны танцевала премьера таких балетов Федерика Аштона, как Дафниса и Хлоя, Сильвия, Ундина Последний спектакль танцевала на сцене Московского Большого театра во время гастролей в СССР в 1961 году Последние годы своей жизни Марго Фонтейн провела на своей ферме в Панаме Скончалась от рака 21 февраля 1991 года Согласно его желания, была похоронена в одной могиле с мужем, которого пережила на два года Рудольф Нуриев умер через два года после нее В 1954 году Марго Фонтейн была удостойна звания Дамы Большого Креста С 1981 по 1990 год она была почетным директором Даримского университета В 1979 к 60-летнему юбилею награждена титулом прима балерина Ассалюта В Великобритании в 1996 году была выпущена Марка с ее изображением В 1989 Фонтейн снялась в документально-биографическом фильме Марго Фонтейн Ну вот так из Википедии о артистке балета, приме, балерине Лондонского Королевского театра Постоянная партнерша Рудольфа Нуриева, супруге Панамского юриста и дипломата Титовде Ариаса Дама Марго Фонтейн Пока-пока, до свидания, узнали что-то новое Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова